Запущенный участок. Итак, что нужно делать, чтобы начать пользоваться заброшенным дачным участком? Брошенные участки есть почти в каждом садоводческом товарищстве. Многие владельцы в свое время бросили свои наделы, не надеясь их продать. По статистике, в садоводческих товарищствах 10-15% земли это брошенные участки. Но пандемия изменила привычный уклад жизни. Горожане потянулись к земле и вспомнили, что им когда-то выделили от предприятеля, или он перешел по наследству, небольшой кусок земли. Чтобы вернуть землю в статус используемой, нужно разобраться, как она оформлена. Ситуация номер один. Участок не приватизирован, владелец умер. Если правом приватизации никто не воспользовался, участок относится к муниципальной собственности. Возможны два варианта. Решением общего собрания СНТ принимается новый член товарищства, который готовит межевой план и направляет документы в Росреестр. Администрация также вправе согласовать предоставленные земельные участки члену товарищству бесплатно. Ситуация вторая. Участок приватизирован, владелец умер, а родственников нет. Либо они вступают в право наследования. Это случай, когда администрация вправе обратиться к нотариусу или в суд для оформления вымороченного имущества, муниципальную собственность. В дальнейшем участок может быть выставлен на торги, на общих основаниях, продажа права аренды с последующим выкупом за 3% от кадастровой стоимости после регистрации капитального строения, либо бесплатно очередником. Ситуация третья. Участок приватизирован, владелец жив-здоров, но ничего делать не хочет. Муниципальный земельный контроль вправе наложить арест на такого землепользователя. А если ситуация в течение трех лет не меняется, районная или поселковая администрация может обратиться в суд за изъятием земельного участка в муниципальную собственность. За что могут оштрафовать? За использование земельного участка не в соответствии с категорией земель или видом разрешенного использования установлен штраф в размере от 0,5% до 1% от кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей и не более 100 тысяч рублей. А средний размер штрафных санкций где-то 10-20 тысяч рублей. Теперь дачники получат налоговый вычет за строительство своего дома. Дачники могут указать расходы на постройку своего дома в составе имущественного вычета по НДФЛ. Вернуть можно будет 13% от общей суммы затрат. Но в зачет пойдет не больше 2 миллионов рублей. Таким образом, максимальная сумма для возврата составит 260 тысяч рублей. Для получения налогового вычета теперь не надо заполнять декларацию. Вместо декларации на проверку, которую у налогового органа уходило 3 месяца, теперь нужно будет подать заявление через личный кабинет на сайте ФНС. На проверку у налоговой будет только 30 календарных дней плюс 10 рабочих дней на перечисление денежных средств в случае положительного решения о налоговом вычете. Упрощенный порядок будет действовать с 1 января 2022 года в отношении права на вычет возникшего с 1 января 2020 года. С тебя лайк, подписка на канал, ставь колокольчик, чтобы приходили уведомления о новом выпуске. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!